Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! Приветствую всех, братья, сестры! Приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа, с берегов Невы, и также Черной речки. Сейчас здесь вот, далеко здесь, ну, я прям возле Черной речки. Да, это то самое место здесь, в Петербурге. Которое известно одним преступлением. Одно из самых известных преступлений, ну, убийств истории российской. Здесь, сзади меня, сейчас, как вам видно, там такой небольшой обелиск поставлен, и само место это отмечено. Здесь была дуэль, то есть, ну, убийство такое, знаете ли, как Дантеса и Пушкина. Они стрелялись друг друга, хотели убить. В общем-то, ранение, потом смерть Пушкина, после того, наступившее вскоре. Когда-то это место было, ну, в то время, это место было далеко за Петербургом. Сейчас это уже давно сам город, уже Петербург. Вот, и здесь станция метро Черная речка, здесь станция метро, куда я приехала сейчас, Пионерская, называется Пионерская, да. Вот, и, то есть, если бы от Невского проспекта здесь ехать-то, всего лишь там пару остановок, вот. И, если бы сейчас, как бы, Дантес и Пушкин ехали бы на дуэль, они бы, скорее всего, метро сели бы, доехали бы сюда без проблем. Ну, а тогда это было далеко за городом, вот. И здесь они стрелялись насмерть. Вот. Да, друзья, поэтому это место так, оно немного так печально известно, вот этим убийством Пушкина. Но, в общем-то, Александр Сергеевич, при всем уважении к его светлой памяти и великому творчеству, имел очень нрав такой, ну, так, вспыльчивый, будем договорить, и гордость, похоть отчей, гордость житейская не давали ему покоя, вот, как человеку, вот, знаете ли, хотя он назывался христианином, конечно, и православным, и даже перед смертью он там исповедовался, причастился, но, знаете ли, вот то, что называет Библия рождением новым, духовным возрождением, это уже только один Бог знает, конечно, было ли это в последнем, может, его, не знаю, минуту жизни. Обращение к Богу у него было, конечно, но вот то, что он вызывал на дуэль, дышал убийствами, будем договорить, и жаждал сам убивать людей по любому поводу, ему казалось всегда, что его оскорбляют, обижают, унижают, ну, порой, может, так оно и было, как бы, люди, знаете ли, значит, любят задевать тех, кто задевается, будем договорить, вот, и, в общем-то, он много раз ходил на дуэль, многих людей он ранил, пролил много крови, получается, но его тоже кровь пролилась впоследствии, ну, вот, в частности, Дантес его ранил, и, как выяснилось, смертельно. Ну, если бы сейчас бы это ранение было бы, как вот описывают врачи, хирурги, то сейчас бы его спасли. Но в то время медицина была еще не так развита, и, ну, он был обречен по тому времени, да, на смерть. Ну, а сегодня вечерняя молитва, сейчас уже, кстати, да, уже вечереет, заметно, здесь на севере все гораздо по-другому. В северной столице это очень сильно ощущается, на берегах Невы и Черной речки, и Жоры, вот здесь проповедуем в разных собраниях, и, знаете ли, очень-очень резко здесь наступает, так вот, как бы, не знаю, для меня, как для меня. Вот, местные-то уже привыкли, вот, вечер приходит так быстро как-то и ночь. Вот, и только помолюсь, здесь уже на вечернюю молитву приду, и уже вот темнеет. Вот, начинается новый день. Сегодня у нас, вот я открою сейчас календарь, скачал себе здесь такой простой еврейский календарь называется, рекомендую, кстати, 10 октября сегодня, первое хешвана, первое число месяца хешван. Ну, уже вечереет, поэтому уже начинается второе число месяца хешван, но пока еще первое. Первое хешвана, 5779 года. Новомесячие я этого месяца встречаю здесь, в Петербурге. Вчера, сегодня, вот эти два дня молюсь. То есть, последний день месяца Тишрея, и первый день уже месяца хешвана молюсь здесь, на берегах Невы, в Петербурге. Вот, и, конечно, сам хешван, он имеет такую, может быть, для многих не очень хорошую славу. Даже есть такая приставка, как бы, приставка такая, мар-хешван, то есть, ну, как бы, ну, горький, как бы, или как назвать еще это, ну, да, горький хешван. Вот, но, есть понимание, было еще у древних евреев понимание, что с прихода Машиаха это будет сладкий хешван. Так что, он сладкий, такие хешван. Потому что Господь Машиах, Иешуа, Христос, Иисус, Он с нами во все дни до скончания века. И это радует, это прекрасная новость, это благая весть для всего истрадавшегося человечества, для всех евреев, неевреев. Слава Богу! И, конечно, вот, первое хешвана, начало месяца хешван, новомесячие, новолуние, да, значит, я с благодарностью к Богу вспоминаю прошлый хешван, прошлый год, 5778-й, вот, сейчас я напоминаю уже 5779-й год, от сотворения мира, от Адама, как мы говорим, да, от создания мира, а от нашего исхода, кстати, 3330-й год, да, интересно. Вот, и прошлый год, прошлый хешван для меня был очень знаменателен тем, что Бог проговорил в мою жизнь. Тогда было очень, ну, кстати, да, тоже очень горько мне было в том году, и это было связано с семьей. Враг бьет, знаете ли, по самому больному, вот, и если вспоминать Пушкина, Александра Сергеевича, вот, у него было больное место, его Ахимесова пята, это его гордость, гордыня. И вот враг по этой гордости и бил-то его постоянно, вот, как бы, и, ну, и однажды вот добил, вот, по этому больному месту его. Вот, у всех свои какие-то больные места, и обычно самое больное место для любого человека, это его семья, вот, и вот, враг ударил в прошлом году по нашей семье очень серьезно, жестоко, а именно по семье, точнее по семье, новой семье, молодой семье наших детей. Анастасия, наша старшая дочь, замужем за Михаилом, вот, нашим зятем, нашим сыном, да, он нам сын, потому что он наш зять, вот, и это служитель Божий, который здесь на севере потрудился, ну, даже еще севернее, гораздо севернее, чем Петербург, это Мурманская область, миссионером был, в Визиатнической церкви миссионером, протестант, значит, миссионер, евангелист, благовестник, в Никеле, Мурманске, там, в таких, будем так говорить, конец географии, да, в Заполярье трудился миссионером, слава Богу, героический зять, это хорошо, но, оказавшись на юге, вот, и они, вот, знаете ли, пережили такой стресс, и я сам пережил, и наша семья вся пережила этот стресс, Михаил, ну, как-то принято выражаться в христианстве, отпадение было, да, от благодати этой Божьей, он стал пить, значит, и у него была проблема подобная, когда когда-то он выпивал, и, значит, здесь он снова стал пить, нашел друзей, таких вот, недомышленников, вот, и пьянство, стал пить, гулять, и избивать нашу дочь, ну, свою жену, вот, и, знаете ли, это было очень ужасно, и все это, дочь молчала, скрывала все это от нас, вот, а потом все это вылезло наружу, все, представили мне фотографии, там, сестры, верующие, просто заставили, они вот, сняли ее, тоже на телефон, значит, побои ее, была изуродована моя дочь, это было страшно, конечно, для меня, лучше бы меня бы избили, чем, значит, дочь, знаете, лучше бы взять бы меня, чем моя дочь, это страшно, как для отца, вот, пережить такое, я просто не находил себе места, не знал, что делать с меня, знаете ли, молился, да, в молитве Бог приходил, благоставлял, это, учешало, если бы не Бог, я не знал бы, как это все пережить, честно говоря, если бы не Бог, то, ну, не знаю, не дай Бог, как это, Слава Богу, потом Михаил, наш зять, он согласился на реабилитацию Понял, что действительно, видимо, что уже дальше уже некуда И был в репцентре в одном, во втором, послужил в репцентре даже, слава Богу Сейчас он продолжает служение, молимся за их семью Но я про тот год говорю сейчас, про Хешван прошлого года И вот в это время это было все переживание тяжелое для меня Я был как раз у нас в церкви в Киеве Вот, и все это, знаете, настолько было так, ну, не знаю Спасибо тебе, Господь, за все в этой вечерней молитве, в этот вечерний час я благодарю тебя В завершение первого Хешвана, уже начало второго, сейчас Хешвана Я благодарность тебе высылаю, Господь, за прошлый Хешван, за прошлый год Когда ты, Господь, утешил меня Отец Небесный утешил меня, земного Отца Спасибо тебе, Господь И, дамы и господа, братья и сестры И вот утешение было очень необычное для меня Ну, просто и очень приятно, и очень прекрасное утешение было Оно пришло внезапно Ну, как всегда, Господь любит Это была внезапность, знаете ли, неожиданность ей Это было ночью, под утро Ну, ночью еще И во сне я слышал голос По-моему, тоже об облакон опубликовал Но пришло больше отзывов Как раз с Facebook, поэтому я и запомнил Как раз свой пост там на Facebook А потом воскресенье, как раз на служении у нас в церкви Я об этом рассказывал Свидетельствовал И потом еще, через воскресенье, снова свидетельствовал об этом Три слова, короткое слово Вот, и короткое слово, а потом как бы как эхо Такое, знаете ли, ну, совсем не слышно Или чуть-чуть слышное слово Как будто бы эхо Слово короткое, а потом еще эхо Слово эхо Ну, я эхом так называю, как бы, для наилучшего понимания, как бы, вашего Как отзыв какой-то, знаете ли Вот, и первое слово было такое Я люблю тебя всегда А потом как эхо, тихо так вот Твой небесный папа, папочка Потом Я искупил тебя И тихо так вот уже, как эхо Твой брат Иисус Христос И третье слово было такое Я всегда с тобой И так, потом тихо тут же Божий Дух Святой И это настолько было А вот особенно последнее, оно как бы даже как рифм получилось Так интересно, но Дух Святой, он дух творчества Поэтому не мудрено, да, я так полагаю Кстати, откровение было и до того, а после того было вообще откровение мощнейшее просто О мастерской Духа Святаго Мастерская Духа Святаго Ну, мне как художнику, конечно, это вообще Я молился, конечно, о мастерской Значит, но О выставках, участие в выставках художественных Значит, и О встречах творческой интеллигенции Это было на встречах художников В Киеве Но, вот, но подобное откровение для меня Меня просто, знаете, просто Окрылило впоследствии Что мастерская Духа Святаго Это деяние Духа Святаго в мастерской Через художников, композиторов, поэтов Музыкантов, творческую интеллигенцию И вот это Весь потенциал, который Бог откладывает в человека И Пушкина Новый, и все Вот, и все это будет во славу его Удивительно, конечно Вот, так что Но вот эти три слова, которые были Вот тогда сказаны Во сне, ночью Они перевернули мой мир тогда На самом деле И я напомню их снова С превеликим удовольствием Я люблю тебя всегда Твой небесный Папа, Папочка Я искупил тебя Твой брат Иисус Христос Я всегда с тобой Божий Дух Святой Так что, друзья Вот, вот, прошел год, почти год Вот, но До сих пор я с благодарностью Богу Об этом вспоминаю Когда сердце просто В любви просто переворачивается во мне Удивительно, конечно И хочу Как раз уже Значит, на протяжении этого месяца Вот то, что год назад слышал я Во сне Об этом Вновь и вновь говорить В семинарах В служениях И здесь, на берегах Невы И в других городах Слава Богу А в январе уже Снова даст Бог В нашей церкви в Киеве Буду проводить семинар Тоже в продолжение этой тематики Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Петербурга Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Мир всем вам Шалом, друзья Да, уже Пока говорил Вечерело Да, уже второй хешвана наступила Сообщает мне календарь Так что 10 октября 2018 года Второй хешвана 5779 года От сотворения мира Мир всем вам С черной речкой Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Шалом Аллилуйя